Женьмин Жабая, Китай Поездка Сицзиньпана в Грецию и Бразилию окажет содействие двусторонним отношениям и сотрудничеству в рамках БРИКС. Женьмин Жабая, Китай 10 ноября 2019 года Предстоящая поездка председателя КНР Сицзиньпана в Грецию и Бразилию придаст импульс отношениям Китая с этими двумя странами и расширит сотрудничество в рамках БРИКС. Об этом сегодня заявили китайские официальные лица. Заместитель министра иностранных дел КНР Циньган сообщил, что по приглашению президента Греции Прокописа Павла Пулоса Сицзиньпинь посетит Грецию с визитом 10-12 ноября. Циньган отметил, что это будет первый визит председателя КНР в эту европейскую страну спустя 11 лет, который окажет историческое влияние на китайско-греческие отношения, стимулирует развитие китайско-европейских отношений и коллективное строительство пояса и пути. Китай и Греция – две страны с древними цивилизациями, являются надежными, готовыми прийти на помощь друзьями, уважающими и поддерживающими друг друга в вопросах, затрагивающих их коренные интересы и ключевые озабоченности. Греция была в числе первых стран Евросоюза, подписавших с Китаем межправительственное соглашение о сотрудничестве по коллективному строительству пояса и пути. Греческие премьер-министры присутствовали на первом и втором форумах высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках пояса и пути в Пекине. Стороны ведут плодотворное сотрудничество на принципах взаимной выгоды и общего выигрыша, добиваясь роста двусторонней торговли и инвестиций. Проект Порта Перей, ставший флагманским проектом сотрудничества в рамках пояса и пути, внес важный вклад в социально-экономическое развитие Греции и сыграл важную роль в усилении транспортно-коммуникационной взаимосвязанности различных регионов мира, отметил Цинган. Народы двух стран уважают друг друга и в ходе тесных контактов выступают за открытость и инклюзивность. И Китай, и Греция уверены, что различные цивилизации должны уважать друг друга, способствовать обмену опытом, взаимному обучению и диалогу между цивилизациями, указал за министра. Сотрудничество в формате 17 плюс 1 связало Китай и Грецию новой дружбой. В апреле текущего года Греция стала полноправным членом механизма сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, создав новые возможности для развития данного механизма, который одновременно стимулирует развитие отношений и транспортно-коммуникационной взаимосвязанности между Китаем и ЕС. Премьер-министр Греции Кириакос Мецатакис возглавил греческую делегацию, прибывшую для участия во вторым китайском международном импортном экспо. Си Цзиньпинь провел с ним встречу. Два руководителя вместе посетили выставочный павильон Греции. По словам Цингана, в Греции Си Цзиньпинь проведет отдельные переговоры с П. Павло Пулосом и К. Мецатакисом в стремлении упрочить взаимное политическое доверие и традиционную дружбу между двумя странами, укрепить практическое сотрудничество в торговле, инвестициях, инфраструктурном строительстве и других сферах, выразить поддержку мультилатерализму, свободной торговле и построению мировой экономики открытого типа. Кроме этого, руководители Китая и Греции примут участие в культурных обменах и выступят в защиту диалога между цивилизациями. Стороны обнародуют совместные заявления об укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства, наметят план развития двусторонних отношений, подпишут межправительственные соглашения о сотрудничестве в сферах инвестиций и образования, а также коммерческие соглашения в таких секторах, как порты, финансы и энергетика. Греция на западе и Китай на востоке выступают наследниками древних цивилизаций. Обе страны решают задачу обновления и процветания, обе страны могут просветить мир, помогая ему справиться с различными проблемами и вызовами. Предстоящий визит Сицзинпана в Грецию свидетельствует об уважении и высокой оценке древнегреческой цивилизации и древнекитайской цивилизации, а также о надежде на совместное участие в построении сообщества с единой судьбой всего человечества. Циньган выразил уверенность, что предстоящий визит повысит уровень двустороннего сотрудничества во всех сферах и придаст новый импульс развитию плодотворных отношений между Китаем и ЕС. Заместитель министра иностранных дел КНР Мачжасю и сообщил, что по приглашению президента Бразилии Жайра Болсонару Си Цзиньпин 13-14 ноября примет участие в 11-м саммите БРИКС в столице этой страны Бразилия. БРИКС – это аббревиатура группы из пяти стран с нарождающимися рынками, которая включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и УАР. Си Цзиньпин примет участие в церемонии закрытия делового форума БРИКС, встрече руководителей стран БРИКС в закрытом и открытом форматах, диалоге руководителей стран БРИКС с деловым советом БРИКС и новым банком развития БРИКС. Ожидается, что лидеры стран обнародуют совместную декларацию. Си Цзиньпин проведет переговоры с Ж. М. Болсонару, подпишет документы о сотрудничестве в различных сферах, а также проведет двусторонние встречи с руководителями других стран, чтобы обсудить межгосударственные отношения и сотрудничества в рамках БРИКС. Мачжайсу и подчеркнул, в нынешней ситуации, когда мир переживает вековые изменения, сталкиваясь с беспрецедентными возможностями и вызовами, страны БРИКС приковывают к собирастущее внимание всего мира. Китай высоко ценит усилия Бразилии по подготовке к предстоящему саммиту и готов содействовать его успешному, плодотворному проведению. Китайская сторона надеется, что страны БРИКС продолжат укреплять взаимное политическое доверие, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, содействовать более всестороннему, тесному и широкому партнерству, сказал Мачжайсюй. Он заявил о решимости Китая объединить усилия с остальными странами БРИКС для отстаивания основанной на правилах многосторонней торговой системы, опирающегося на международное право международного порядка и международной системы, ядром которой является ООН. Это означает построение более равноправной, открытой, прозрачной и инклюзивной системы глобального управления, защиты общих интересов и возможностей развития стран с нарождающимися рынками и развивающихся стран. Китай уверен, что пять стран БРИКС будут следовать тенденциям новой промышленной революции, содействовать трансформации и модернизации экономики, отметил Мачжайсюй. Важным итогом прошлогодней встречи в Йоханнесбурге стало создание партнерства БРИКС по новой промышленной революции, которая за прошедший год добилась заметного прогресса. Китай вместе со всеми заинтересованными странами намерен ускорить развитие данного партнерства и задействовать больший потенциал в рамках проектов сотрудничества, чтобы стимулировать высококачественное развитие всех пяти стран. Китай рассчитывает на расширение сотрудничества с сферах экономики, торговли, финансов, политической безопасности и гуманитарных обменов, на проекты, отвечающие потребностям развития пяти стран и интересам населяющих их народов, подчеркнул Мачжайсюй. Он выразил уверенность китайской стороны, что благодаря общим усилиям сторон и под политическим руководством лидеров пяти стран 11-й саммит БРИКС увенчается полным успехом, и страны БРИКС продолжат вносить вклад в мир и развитие во всем мире и в построение сообщества единой судьбы всего человечества. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.